Всем здравствуйте! С вами Сокер, и с вами новое шоу кулинарное кухня. Здесь у меня попугай, не обращайте внимания, он видит всегда. И сегодня я вам хочу приготовить чипсы. Нашел я этот рецепт на ютубе. Один пацан там сделал эти чипсы, потом делился впечатлениями. Ну и давно рассказал, как делать. И вот я вам их сейчас и покажу, как сделать. Итак, какие нам элементы надо? Ну, это, во-первых, картошечка. Вот. Так, ну, сколько вы хотите сделать чипсов, столько вам нужны картошки. Ну, мне столько хватит. Дальше масло. Вот здесь у нас оленьо. И приправа. Куличер, любым можете взять, какую хотите. И будет у вас каким вкусом какой-то яйца. Ну и, соответственно, вот такая вот кастрюлька. Теперь мы берем картошку и нарезаем ее кружочками. Для того, чтобы у нас получился чипсы. Ну, у меня картошка не очень круглая, но какие получатся. Кружечки. И делаем довольно такими тоненькими. Вот сколько у вас получается делать тоненькими. Делайте самую тоньшую. Сколько вы можете. Ну, где-то примерно должны получиться вот такими. Развеяль. Вот. После того, как мы это все дело порезали, вот у нас получились вот такие вот кружочки. Тут у нас поменьше получились, так как картошка у нас меньше. И теперь мы набираем вот в эту кастрюльку воды. Холоденькой. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы поместить эту всю картошку в эту воду. Для того, чтобы она размякла. А после этого мы ее отправим в микроволновку. Для чего я сначала порезал? Можно, наверное, просто протяжку сначала кинуть, ее только почистить. Но я сделал так. И видео сказали так. Чтобы быстрее она размякла. Размякнуть нужно где-то ей минут 5-10. А потом уже только отправлять в микроволновку. Итак, прошло не 5-10 минут, а прошло 15 минут. Я решил простраховаться. Вот эта картошечка уже у меня полежала в воде. И теперь ее можно уже сливать. Эту воду, ну а потом уже в буйлом микроволновку. Итак, берем, сливаем. И оставляем только лишь вот эту картошку. Так, теперь мы берем тарелку. Тарелку нужно брать обычную, чтобы она была без никаких золотых поемок, без рисунков золотых. А то если вы ее поставите на колоновку, она может просто напросто взорваться. В печати взорваться. Так, таким образом мы выкладываем вот эту всю картошечку. Ну, может быть, не поместится вся. Да, и прежде чем мы будем ее уложить, мы сначала возьмем тарелку и смажем маслом. Для чего? Для того, чтобы не пристала у нас эта картошка к тарелке. А то у этого пацана видела, она пристала, и он говорил, что чем-нибудь надо смотреть. И вот я подумал, да. Теперь берем мы эту картошку, выкладываем. Мы ее помажем приправой, конечно же. Чтобы был вкус с одной стороны приправой и со второй стороны. И так вот всю картошку. И будет у нас вкус курицы. Так, и теперь мы берем вот эту вот картошечку и ставим в микроволновку на 2-3 минуты. Ну, вы смотрите там по обстоятельствам, как она у вас пожарится. Если мало, то еще оставьте. Тот пацан на видео сделал 5 минут. Я пока ставлю на минуту 3, а потом буду по обстоятельствам смотреть. Ну вот, в общем, вот так получились чипсы. Получается, толстые у меня, конечно, не прожарились, так что делайте потоньше. Ну, давайте теперь попробуем. Какой-нибудь возьмем, какая прожарилась. Вот это. Вот прожарилась она даже. Вот, похоже как на чипсы. Ну, и давайте я ее сейчас и попробую. Приправый, конечно, многовато добавил, но вкусит. Хорошо, да. Посмотрим вторую партию, как получится. В общем, вот такие пироги. У меня вот, видите, чипсы готовые. Это еще не все, я буду их заделывать, но буду заканчивать. Надо было, получается, одну сторону 3 минуты, потом, когда 3 минуты закончились, перевернуть на вторую сторону и еще 3 минуты. Это у меня, но я делал чуть побольше, потому что у меня, я их толстые очень сделал. Но если его потоньше, то столько вам, в принципе, надо. Ну, в общем, все. Только что я вам показал, как сделать чипсы в нашей передаче кулинарной. Не забывайте подписываться, потому что мало подписок. Комментируйте. Также присылайте в мою группу или в комментарии под этим выпуском ваши рецепты. Если рецепт будет сложный, у меня таких ингредиентов нету, то, соответственно, я делать не буду. Если легкий, если элементы, то буду. Ну, все. С вами был Стокер и передача кулинарная кухня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующего выпуска.